Служение молодежи. Я совсем недавно, Бог привел меня в эту церковь в этом году, хотя с Господом я знаком и принял его в сердце с 2001 года. Но Бог вел меня по этой жизни, и были разные ситуации. Ситуации, когда я отходил от Бога, когда жил своей жизнью, когда стремился больше к обогащению. Я считал, что я должен сначала поставить свою семью на ноги, приобрести, построить дом, ну, как в мире есть, родить сына, построить дом и вырасти, посадить дерево. И это... У меня две дочери, сын пока еще не родился, но слава Богу нашему, потому что я верю, что все это произойдет. Вот. Но все остальное... И сажал я деревья, и есть жилье. Но вся эта жизнь... Я пять лет работал в Финляндии, и имея достаточно финансов, я не получал что-то главное. Я чувствовал пустоту в своем сердце, и в своем разуме я понимал, ну, что-то не то, что-то не хватает. Ну, вроде бы и все есть, и есть развлечения, есть отдых, все для тела. Дух уже был он пуст, душа была, она... Она не была плодотворна, не было того, чего я действительно для того, чего Бог меня призвал. То, что Он хотел меня видеть. И вот 4-5 лет назад, вы знаете, была такая ситуация, мы ехали, я ехал в машине с женой, ну, как обычно, обычный день, по обычным делам, по магазинам, и просто Бог через мои уста проговорил, «Хватит заниматься ерундой, иди в церковь». И с того времени я с Богом, я в церкви. Был я в церкви... Я живу в Эстонии, сам я с Латвии родился, вырос в Латвии, но уже 7 лет я живу в Эстонии. То есть, меня водила жизнь, меня водила по многим странам, и 5 лет я прожил в Финляндии, отработал там. И вот сейчас я... В июле месяце я познакомился с пастором Андреем, с нынешним моим пастором, в церкви города Валмер, откровение. И здесь я приобрел. И Бог дал мне здесь служение, служение молодежи. Я очень благодарен этому Богу, за это Богу. И в декабре месяце наша церковь празднует праздник Ханука, праздник освобождения. Я расскажу вам некоторую историю, вы, наверное, знаете ее, когда израильский народ был под властью Греции, и греки пришли со своими дорогами, со своим менталитетом, но они принесли своих богов. Вы знаете, израильскому народу понравилось эти прекрасные дороги, образование, это что-то новое. То, что и мир сейчас приносит нам. Мир приносит нам новые технологии, новые возможности. Мы можем практически, если человек офисный работник, он не выходя с дома может совершать всю свою работу. Через интернет. И многие молодые люди стремятся, они тратят время, чтобы приобрести. Я не говорю сейчас против технологий этих, да, невозможно, они нам помогают в жизни. Но мы зачастую, каждый месяц, мы можем увидеть, каждые 2-3 месяца производятся новые модели телефонов, новые модели планшетников, новые модели компьютеров. И мы стремимся к лучшему, к этому, зачастую отдавая свою жизнь, отдавая время, чтобы заработать на это. И мы забываем то, что Бог к чему нас призвал. В Ефесянам сказано, что Бог нас призвал к добрым делам, Он нас избрал и призвал к добрым делам. В Иоанна говорится, что Иисус говорит, что верующие в Меня дела, которые я сотворю, и Он сотворит. И больше всех сотворит. И вы знаете, в этот праздник, в Хануке, очищение, я понял, что каждый день, я прочту из Римлянам 2-12 главе, «Не сообразуйтесь с веком с ним, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая и угодная и совершенная». И именно когда в еврейском народе один священник с пятью последователями в пустыне собрали вокруг себя армию, и неподготовленная, необразованная эта армия одержала победу над греками, довольно-таки сильной армией, обученной, и они пришли в свой храм, куда греки принесли своих богов, свое идолопоклонство, где в жертву приносили они нечистое животное, свиней, и весь этот храм нужно было очистить. Вы знаете, я, читая это местописание, когда Бог мне открыл его, я понял, что и нам, каждый день мы подвергаемся, наш дух, он подвергается дьявольским атакам, дьявольскому какому-то соблазну. Той или иной в нашем мире мы видим, что каждый день что-то в нашей жизни приходит, что может осквернить нас. И я понял, что каждый день, не раз в год, не раз, не раз, да, действительно, не раз в год, а каждый день мы должны совершать этот праздник, праздник очищения в своей жизни, вечером, перед тем, как ложиться спать, очиститься, вспомнить все, что произошло за день, и очистить, и принести эту жертву Богу. Это то наше очищение и покаяние в том, что мы соделали за день. Я хочу сегодня пожелать в этом году вашей церкви это расширение, это то, чтобы вы смогли расширить свои владения, именно влияние вашего на мир. Не чтобы мир влиял на нас, не чтобы мир влиял и заходил в наши церкви, в наши дома, но мы призваны, мы влиять на этот мир. Бог для этого нас призвал. Иисус повлиял на этот мир, отдав себя в жертву. Вчера я говорил молодежи и приговорил, и хочу сказать сегодня, что Бог самое главное для нас – это общение, это пребывание вместе. И вы знаете, Бог мне сказал, одну мысль такую, что если мы все семья, и если в семье нужен повод, чтобы собраться вместе, у этой семьи проблема. Честно, эта семья в проблеме. Я хочу, чтобы у нас не было, нам не нужно было бы повода собираться вместе, чтобы любовь и забота друг о друге, она собирала нас в этом доме, там, где вы и находитесь. Слава Богу за все! Слава Всевышнему за всех вас, которые приняли Его в свое сердце и которые находитесь под Его покровом. Слава Богу за все!